Всем привет! Вы находитесь на канале Компьютерные Радости и с вами как всегда Вадим. И сегодня я хочу показать вам, как правильно загрузить свое видео на платформу Яндекс Дзен. Давайте сейчас туда перейдем и я вам все подробно покажу. Прежде чем загрузить видео или статью на Яндекс Дзен, я вам всем рекомендую всегда ознакомливаться с правилами Яндекс Дзен. Для этого нам необходимо в левой колонке нажать кнопочку помощь. У нас откроется вот такая страница и как видите здесь есть пункт создания контента. Нажимаете сюда и здесь нажимаете допустим статья. И здесь все требования, как правильно разместить статью в Яндекс Дзен от А до Я. И если вы загружаете видео, здесь выбрать нам надо видео. И здесь можете уже ознакомиться с правилами и требования к формату видео загружаемого на Яндекс Дзен. Вот здесь вот технические требования, загрузка и публикации, все можете ознакомиться и прочитать недолго. Ну а теперь я вам покажу как загружать видео на Яндекс Дзен. Вот я перешел на Яндекс Дзен и теперь нам надо в правом верхнем углу нажать на плюсик. Нажимаем сюда и здесь выбираем видео. Видео здесь можно загрузить до трех часов. И здесь пишется перетащите файлы в эту область или нажмите кнопку ниже выбрать видео. Нажимаем выбрать видео. Выбираем свое видео, нажимаем на него левой кнопкой мыши и теперь нам осталось нажать кнопочку открыть. У нас открылось вот такое окно, здесь у нас название, описание, можно добавить свою обложку, обязательно прописать теги и коммерческие виджеты. Нас это не интересует, нас интересует пункт название. Сейчас давайте напишем. Вот я добавил название густой домашний кетчуп на зиму и теперь нам сюда необходимо в это поле добавить описание. Я его тоже заранее приготовил, сейчас добавлю. Вот я добавил описание, но к сожалению здесь очень мало можно добавить слов, символов и так далее. То есть совсем маленькое окно и сюда, чтобы оптимизировать хорошо видео, невозможно вставить полностью хорошее описание. Так как мы вставляем сюда в основном кулинарные каналы, конечно же сам рецепт, ингредиенты для удобства людей прежде всего. Поэтому полностью описание хорошее сюда поставить невозможно. Это очень большой минус. Теперь можно загрузить обложку и добавить теги. Давайте сначала добавим теги. Добавил я теги и как видите сюда можно добавить только пять тегов. И теперь нам надо будет добавить сюда обложку. Нажимаем сюда. Вот у меня приготовленное превью. Нажимаем, выделяем левой кнопкой мыши и нажимаем открыть. У нас происходит загрузка обложки, превью нашего видео и как только она загрузится, оно отобразится вот в этом поле. Ну а нам осталось дождаться когда загрузится видео. Продолжается у меня загрузка видео на Яндекс Дзен. Удалось мне немножко сократить ингредиенты, то есть я сократил слово чайная ложка, просто чл. Сделал и немножко добавил я сюда описание. Загрузилась у меня уже обложка и по тегам. Если у вас кулинарный канал пишите по сути видео. То есть если вот я загружаю кетчуп, я пишу что это у меня кетчуп. Не пишите сюда кулинария, рецепт. То есть вы этим никуда не попадете в рекомендованные. Надо писать по сути. Если вы выпускаете печенье, значит пишите печенье, домашнее печенье и так далее. После того как видео загрузилось на Яндекс Дзен, оно обязательно проходит обработку. Это займет некоторое время, надо подождать. Прошло видео у нас обработку на Яндекс Дзене. Вот оно появилось у нас в этом окне. Здесь у нас предложены превью из видео, но у нас уже стоит наше. Но если вы вдруг нечаянно ошиблись, можно нажать вот на эти три точки и поменять. И теперь в принципе можно нажать кнопочку опубликовать. Но я всегда делаю по другому. Для этого нам необходимо вверху нажать настройки. Как видите здесь можно выбрать кто может комментировать ваше видео. Нажимаем сюда все, только подписчики и никто. Я оставляю конечно же все. И теперь вот здесь вот я ставлю галочку опубликовать позже. Здесь можно выбрать дату, когда выйдет ваше видео. Я допустим выпущу свое видео 23 числа. А также можно здесь поменять время. То есть стираем и пишем свое через двоеточие. Вот как вот здесь вот написано, точно так же все делаем. Вот я поставил время 21.00. И теперь нам необходимо нажать опубликовать позже. Видео мое отложено на 23 число. Теперь как это увидеть. Нажимаем вот здесь вот публикации. Теперь выбираем здесь пункт ожидают публикации. И вот мой кетчуп, отложен на 23 августа. Если вы вдруг ошиблись с датой или временем, можно нажать вот на эти три точки. Нажать кнопочку отредактировать. Заходим в настройки и теперь допустим выберу я дату 22 августа и время поставлю. Выбрал я 12.00. И теперь нажимаем кнопочку опубликовать позже. Все, дату и время я поменял. Теперь опять заходим в публикации. Ожидают публикации. И вот мое видео выйдет 22 августа в 12.00. Если что-то не так, можете опять нажать на эти три точки и отредактировать. Надеюсь видео кому-то пригодится, понравилось. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем пока, пока.